Субтитры делал DimaTorzok Начнем с этого Ну, ладно Смотрите, я уже делал много гайдов на тине Я делал гайда через Shadow Blade, да? Потом делал через Даггер Новый вариант, мы сделаем гайд через Даган Ваш самый любимый итем Даган Дагон, ну не важно Мы не будем церемониться закупом, да? И сразу пойдем просто по хардкору Покупаем Нулл Талисман и Танго Танго на хилку, Нулл Талисман дает нам МП И он нужен для Даггана В самом начале мы качаем первый скилл Во-первых, он поможет нам при начальном ганге Во-вторых, он спасет нам жизнь Первый скилл В определенной зоне Из земли вырываются камни, да? При этом Стан врагов на одну секунду И наносится им урон Заметьте, самое главное, что Урон не моментальный, да? А в течении одной секунды идет То есть Вот так вот Далее идем на любой лайн Мы можем стоять как в харде Так на легком Так и в меду, да? У нас есть первый скилл Который может спасти нам жизнь застанив врагов. То есть мы на миду можем против пуджаста стоять спокойно. Самые популярные варианты. Против инвокера и так далее. На втором левеле мы качаем второй скилл. И уже будем качать второй, первый, второй, первый, второй, первый. То есть мы делаем акцент на второй скилл. Что делает второй скилл? Хватает случайного юнита, то есть вы не указываете какого, он берет ближайшего к вам, да, случайного. И кидает в определенную точку, которую вы сами указываете. При этом наносит урон как самому юниту, которого кинули, так и тем, кто стоял в этой области, куда попал юнит. Если вы кидаете своего союзника, ему урон не наносится. Вот такая вот хорошая способность. То есть вы можете, например, с одной точки, да, подобрать кого-нибудь, например, своего союзника и кинуть в другую точку во врага. Это очень важно. Великолепная особенность, вы это позже увидите. Но! Здесь очень важная особенность. Многие игроки за Тинни немножко неправильно используют скиллы. Смотрите, если мы сначала сделали первый скилл, да, подкоп, и потом сразу же в это время мы подбрасываем врага в эту же точку, где был подкоп, ему тогда наносится первый скилл два раза. Вот такие вот дела. То есть, еще раз. Делаем первый скилл на врага, подкапываем землю под ним, подходим моментально, берем вторым скиллом, кидаем его в это же место, и ему автоматом еще раз проходит первый скилл. То есть, урона будет больше. Вот и все. Далее покупаем тапок и начинаем собирать арканы. Арканы это один из самых важных итемов для Тинни, да. Потому что без арканов вначале ему будет всегда тяжело. Да, у нас есть, ну, талисманы, понятно, да, это хорошо. Мы сделаем прокаст, но потом у нас маны не будет. Она не будет регениться, у нас нету регена маны вообще практически никакого. Там миллисекунды реген у нас. Поэтому, видите, вы постоянно будете стоять на лайне без маны. И вот именно здесь решают арканы. Нереально решают. То есть, весь потенциал Тинни начинается именно с аркан. Самое главное, старайтесь накопить на арканы. Вы видите, до вас будут домогаться, да. За вами будут бегать, вас будут кидать 5 ульт. Ну, старайтесь выживать. У меня это не вышло. Все, накопили демжат. Идем и покупаем арканы. Ну, уже теперь начинаем собирать даган. Но теперь, когда у нас появились арканы, мы будем мстить. Подкоп. Вот, вы видели, да? Подкоп, кидок. Именно так все должно быть. Не наоборот, не сначала кидать подкоп, а подкоп, кидок. Запомните. Когда мы прокачали первый и второй скил, ну, там еще прокачали ульту, начинаем прокачивать третий скил. Третий скил, это пассивка, которая дает нам, во-первых, дополнительную броню, во-вторых, есть шанс, что атакующий, атакующий нас враг в радиусе 300 может быть оглушен. При этом, ему будет нанесен дополнительный урон. И вот настал тот час, когда мы обсудим нашу ульту. Качаем ее, когда у нас есть возможность на шестом левеле и так далее. Во-первых, дает нам дополнительный урон с руки, при этом, уменьшая скорость атаки, то есть, мы будем медленнее бить, но увеличивать скорость передвижения. Также, дает бонус ко второму скиллу. Все. Теперь, когда у нас появились деньги, покупаем даган. И давайте быстренько сделаем расчет. Первый скил, да, замакшенный, наносит 300 урона. Второй скилл, замакшенный, 300. И даган на пятом левеле, а мы будем прокачивать даган до пятого левела, 800. В итоге, 1400 урона, теперь, если мы правильно сделаем первый скилл, потом второй, у нас будет бонус, первый скилл сработает. Получается, 1700 урона. Также, ульта увеличивает урон от второго скилла. В итоге, наш прокаст будет наносить больше 1700 урона. Вы понимаете? Сейчас пример, как надо пушить с помощью своих двух скиллов. подкоп, кидаем урон. Еще, заметьте, когда мы кидаем хрипа возле вышки, мы наносим урон вышкой, то есть вторым скиллом. Вот, убили ее с дагана. Наш любимый даган. Помогаем нашим союзникам быть поактивнее, так сказать, и швыряем их, и пух. Сделаем меткий выстрел. Увидели? Прыгнул на меня Марта, и сработал наш третий скилл, пассивка. Далее, когда вы сделали апгрейд дагана до пятого левела, начинаем собирать Кирасу. Кираса великолепный итем для Тини, да, сделает из него скалу. Благодаря именно нашим скиллам, да, мы наносим нереальный урон врагам. То есть сейчас вы увидите, сейчас мы пойдем на врагов, да, и вы увидите, сколько урона идет только от нашего Тини, от одного героя. Наблюдаем. Так, вот мы видим здесь приключение Упуджа. Ждут. Подкоп. Опа, видали, сколько я вторым скиллом, да, нанес? Вы видели? Больше половины хп, я, наверное, вот из нас троих 70% здоровья отнял наш Тини. Все. Когда мы собрали Кирасу, вот именно теперь уже пора собирать Аганим. С такими итемами мы уже спокойно ходим по карте, нападаем на всяких виверов. У нас 24 брони и 2000 хп. вы понимаете, да? Вот и летит наш Аганим. Что же делает Аганим? Во-первых, у нас в руках появляется дубина огромная, во-вторых, увеличивается радиус атаки из этой дубины, в-третьих, добавляется сплэш урон, то есть не по одному врагу, как раньше, а сразу по радиусу попадаем. Так, также увеличивается урон по зданиям, это очень важно, то есть мы теперь можем вообще, то есть у нас сейчас получается Тинни с Аганимом, да, у него будет самый большой урон по зданиям в игре из всех героев. После Аганима начинаем собирать бутстон, даст нам хорошие атрибуты, также у нашего Тинни малый кд у скиллов, это очень важно, поэтому если нас убьют благодаря бутстона мы появимся раньше, и у нас все скиллы будут откатаны. Ну и все, а потом уже пришла пора завершать игру. У нашего Тинни 3300 хп и 27 брони, да, очень сложно убить такого великана, я вам скажу. Поэтому мы идем, разносим всех, помогаем нашим союзникам в первую очередь, видим, кто-то убегает и швыряем крипа в него. Все, профит. Всем спасибо за просмотр гайда, оставляйте свои комментарии, отзывы, я все прочту, подписывайтесь на канал и всем пока. Но сначала мы ждем статистику. Я забыл вначале сказать, что Тинни, самая главная его роль это гангер, то есть наша задача сделать прокаст. Вы видите, что у нас нормально килов и смертей, при этом больше всего помощи. Продолжение следует...